Девушки отдыхают Приветствую юных любителей математики Здравствуйте, коллеги Добрый день, профессор Пифагор Профессор, а можно я кое-что расскажу? Ну, конечно, Шунечка, если ты имеешь отношение к уроку Ещё как имеет! Я заметила, как время со мной шутит Ну, в самом деле? Да-да, вчера я не знала, чем заняться Так было скучно Ходила туда-сюда, туда-сюда Ты меня ждала? Ага, время ползло, как... Как улитка? Да А как только веснушка пришла, я очень обрадовалась И мы стали играть Было очень весело И время помчалось, как... Как гунчий пёс Интересное у тебя сравнение, Зубок И вот уже пора ужинать и ложиться спать Ну и ну... Да, и со мной так было Да, верно подмечено, друзья Недаром говорят Скучен день до вечера, коли делать нечего Ну, а ещё такой день кажется очень и очень длинным Ну, а теперь, ни минутки не откладывая, приступим к разминке Мы готовы, профессор Ага Тимур учился отжиматься от пола В первый день он сумел отжаться только четыре раза Во второй день пять раз А в третий целых восемь Вот молодец, так молодец Согласен с тобой, Зубок Скажите-ка, сколько всего раз за три дня Тимур сумел отжаться от пола? Надо прибавить! Сейчас, сейчас, я быстренько Ну, только чур не торопиться А иначе можно сбиться Правильно, не буду торопиться Сначала к четырём прибавлю пять Получится девять Теперь к девяти прибавлю восемь Получится семнадцать Значит, Тимур отжался от пола семнадцать раз Правильно, Шунечка! Вторая задачка В июне солнечных недель было три В июле тоже три Ну, а в августе всего две Посчитайте, пожалуйста, сколько летних недель стояла солнечная погода Три плюс три – это шесть Шесть плюс два – восемь Получается, что солнечная погода стояла летом целых восемь недель И это верный ответ, Зубок, твоя очередь Антон два года занимался в секции спортивной гимнастики А потом перешёл в лыжную секцию и занимается здесь уже три года Сколько лет Антон дружит со спортом? Так, два года гимнастика Да три года лыжи Так, два плюс три – пять Антон уже пять лет занимается спортом Ой, молодец, уважаю Правильно, Зубок Скажите-ка, друзья мои Есть между тремя задачками что-то общее? Конечно Они все о времени Да так и есть И я нарочно подобрал вам такие задачи Ведь сегодня мы опять поговорим о времени Наверное, вы научите нас определять время по часам Ну, обязательно научу Но это будет на следующем уроке А сегодня я расскажу вам о том, что такое год Месяц, неделя, день и час Интересно Вообще-то, я думаю, это очень легко Правда? Ну что ж Объясни, пожалуйста, что такое год? Год – это когда пройдёт зима, весна, лето и осень Или время от одного дня рождения до другого Ммм, хорошие ответы А как вы думаете, что больше, год или месяц? Год? А в году целая куча месяцев А куча – это сколько? Ну, точно-то это я не помню Ну как же, Зубок? Ведь есть сказка такая, двенадцать месяцев Да, Шунечка, есть такая сказка А скажите теперь, что больше дня, но меньше месяца А я знаю! Это, это неделя! В месяце несколько недель Но сколько точно, я не помню Обычно в месяце четыре недели и ещё несколько дней Зато я знаю, сколько дней в неделе Семь А сможешь назвать все по порядку? Попробую Так, первый день – понедельник, второй – вторник Ну это легко, а дальше, кажется, среда Правильно, среда – значит посередине Можно я продолжу? После среды идёт четверг Потом пятница, пятый день А потом выходные Суббота и воскресенье Прекрасно! А теперь догадайтесь, что такое сутки Сутки? Ну на самом деле всё очень просто Сутки – это день и ночь Ну а что такое день и ночь, вы, конечно, знаете Ещё бы! Днём светло, а ночью темно Да, днём мы учимся, гуляем, играем, а ночью спим, отдыхаем Ага Скучно? Ну отчего ж скучно? Отдых нужен всем Если не спать, где взять силы на то, чтобы учиться, гулять, играть Но вернёмся к суткам В сутках ровно двадцать четыре часа Ой, как много! Немало И если дорожить своим временем, можно очень многое успеть Ну вот, теперь мы готовы к тому, чтобы научиться определять время по часам Поскорей бы следующий урок, а? Ну вот, через неделю он наступит До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики!